Перед Тим Импайя запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь команды Сил Тьмы запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь Тим Импайя выбирать героя. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин. Продолжение следует... В битве. 30 секунд до начала сражения. 30 секунд до начала сражения. 30 секунд до начала сражения. 50 секунд до начала сражения. 31 секунд доorial. 12 секунд до closure. 21 секунд до перехода к нам на своёode. 22 секунд до quarterback. 22 секунд из очистки. Старого доброго, Найт Сталкер Кэрри, и сейчас он может сделать Ферзблат, нет, его мувспид Не позволило ему этого сделать И Ферзблат могут теперь забрать Уже на бойне, но Да, Ферзблат забирают на бойне, Пайкат пытается Убежать, Мансит в лесах, Джакира Блочит, какие они дорожки знают Ты посмотри, что творят, Пайкат пытается утихвост до конца И тут есть Войт, хочет Пайкат его засадить И не может, и не может, и в итоге Выживает Пайкат, и это только лишь килл От Мамос Бойс Близки были те и другие, хотя посмотри, ты пойдешь кипной Вделаются и продолжаются с атаканой обзора Войт теперь пошел в него, вызывается Торнадо, ну а дальше-то чем? Дальше продолжить нечем Джакира плотноват, и на мой взгляд, все-таки стоило Пытаться дальше мять Ликан, и Ликан в итоге Чтобы не тратить ресурсов Бежит на базу, он может помочь еще на каких-то Линиях, выдавая свой крик И на нижней линии стоит обратить внимание Что здесь у нас Снэчерс Профит Который, ой-ой-ой, чуть не убивает Феррифайр работает Жутко неприятный артефакт, который не позволяет тебе Считать, сколько же там в итоге Не убежит противника, потому что внезапно противник может завязать И Фаник, Фаник летит уже за Магнусом Прилетел за Магнусом, бегут крипы И крипы, боже мой, Магнус Нету маны, он сейчас побежит через всю карту Нужно его каким-то образом встречать Медведем или кем-то Закупается, и оттуда не тратил все четко Магнус выжил максимум, но стоит отметить, что На данном этапе Найт Сталкер стоит лучше, чем Ликан Лун Друид лучше, чем Квапа И Найт Распрофит лучше, чем Магнус Все три линии за командой Эмпайр Пока да Пока да, то действительно Резолюшн взял себе этого самого Медвежонка Так, как он затрачил В матчах, своих соло-пабликах И так далее, катал на нем очень-очень много игр И действительно, называли его Бузным игроком И не зря, видимо, тренировал Решили это испытать и на профессиональной сцене Посмотрим, сколько успешно, мне кажется, это Медвежонка Медведь нереально сильный За счет своего нового крика Он очень тяжело гангаем И при этом Он еще довольно-таки много неудобств Заставляет сопернику за счет, опять же, этого крика просто на лайнинге Ну и плюс ко всему На седьмом левеле с четвертым Медведем Даже без артефактов Может очень жестко поломать ТВРа Здесь Медведь Всегда хорош был Да, и ТВРа ломает, и противника ломают Эти корни, которые постоянно как-то появляются В ненужную секунду для оппонента На который пошел фокус Пайкат пошел вниз У нас тут интересные ротации Мамос Бойс вообще не понимают, как им можно встать Потому что снизу Фурион с пеньками Против него Милишнику стоять тяжело Сверху Найт Сталкер с бешеным регеном Стоять против него тяжело В миде Медведь, до которого тоже не добраться И некому помогать против этого Медведя Потому что все заняты на других линиях Которые и так проигрываются Ну, тут расклад, конечно, у Мамос Бойс был таков Что им нужно было, чтобы суппорты были развязаны у них руки Чтобы они смогли приходить в мид и мешать Резолюшену фармить Но из-за того, что агрессивный ААА Изначально поставили Эмпайр Наворотили много всего Суппорты в итоге заняты на своих линиях И никуда не могут выйти Просто атака снизу пошла на Саксу Приходит Фаник, есть Слип У Фаника есть еще Спруты, не забываем Там ТП И, возможно, стоит Эмпайр отойти Стоит, наверное, отойти, потому что там уже протул Саксу, конечно, возьмут, но в размен на Пейна И Фаник не факт, что он сможет от этого выйти Фанику бы свалить Стопят, стопят, стопят Посмотри, волчонок Фаника немножко подзамедленно Есть пауэлбресс А очередной стопинг Неплохой такой И Фаник съедает Очень плохой размен для Империи В ситуации, когда они выигрывали линии Просто взяли на фидели на нижней И профит умирает Довольно-таки большим левелом Да, здесь он, конечно, очень неприятно Тут же Винга, которая умерла Абузит Квапе Боттл в мид И извлекает еще больше выгоды Из вот этого размена И все сразу становится уже не так печально По линиям Еще бы чуть-чуть вот сейчас За счет чего-то подразмять Империю в команде Мамос Бойс Так, опять у нас выход на Ликана Ликану тяжело Подходит сюда Сакс Ликан пытается убежать Вызывает волков Его окружают Здесь же Бэйн Бэйн успевает заслипать Ну все, здесь минус Будет все волком Есть Найтмэр еще Брэнсап, который понятно Ну так сушки-то запинали Потому что ты зашел-то вообще так далеко Действительно, если посмотреть То никто здесь его даже близко не спасал И в итоге слишком сильно загулял волк 1, 2, 3 Ну, вынуждено, конечно, огромное количество персонажей Эмпайр сюда сместиться Чтобы убить Ликантропа Но оно, безусловно, того стоило Потому что фаник по-прежнему от фарма своего не отрывается И Алоха получает здесь свой экспириенс Ну и что самое главное Опять же, вне удела Вне внимания противника Остается Резолюшн И он продолжает бить крипов Это очень важно Этого медведя оставляют на фрифарме И потом, ну, столкнут с большим проблемами на бойс Я бы сказал, что еще и Хвост получает очень много экспы И вообще он сейчас Ну, пятый левел, он сильный Он может здесь За ночь попытаться навести шороху И на линии его пока что брать нечем Ну вот встал он с Ликаном Пока они оба там фармят Или контрол фармят И Хвост фармит Хвост, имея БТП, уже, конечно, мог прийти вниз И попытаться помочь своей команде Но, видимо, пока на это акцент особо не делается Да и сами-то Мама Бойс Пришли сюда Ну а толку-то что Ушел сразу же суппорт Ну, точнее, не суппорт А хук вообще куда-то сместился Остался Джакеру снизу Как теперь оффлейнер себя позиционирует Саксы бегает Ну, в общем, такой трэш происходит Небольшой у Мама с Бойс В плане ленинга Да, с ленингом Тут вообще очень много приключений Действительно На миде уже Магнус поселился Клопа где-то бегает Вот сейчас там падение на Фанника снизу Фанник закрывается Ультимейт и... Погибает Платила дэмэджа буквально в последнюю секунду Для того, чтобы забрать на Час-Профита И хорошая перетяжка В итоге и в миде подфармил Магнус И Клопа осталась Довольно-таки неплохой Позиция Выход на Ликана Алохин Да, есть Найтмэр Приходит сюда на Офир Сейчас нужно аккуратненько своими расконтурившими Получилось так себе пока Вроде, застопили Байката съедают Брэнсапа Тоттема чё хватило Из-за Еплора можно идти дальше Еплора здесь 1 Больше ТП никто не делает Хвост дал Лурн оф Шадоуз И вот он ОТП Как же хорошо заблочил Волком проход И Хвост просто не смог пойти за Джакира Правда, Джакира выходит и говорит Ну давайте ещё разок Я жадку А, там ещё и Фанник с ультимейтом пришёл Это минус 1 Ещё Сакс он тоже будет падать Разве, правда, только на Пэйна Еще одно ТП сюда делается, аккуратненько можно разносить Фук пришел, шлинкает, зачем он сливается про каста Можно ли убить Хука? Большой вопрос Фаник говорит, нечем, ХП маловато Но есть Турнал Шадос и Бойт от Хвоста, который далеко тоже оттуда не упрекал Идной килл, и нон-стоп делали ХП в исполнении Бамы с пояс Так они хотят убить и Хвоста, и Фаника Здесь Секси Бамбу, чем он может помочь? У него есть РП, дает он Скивер, МП теперь не хватает Дал Секси Бамбу по Фанику, Фаник спрятался в Спрутаксиму Он пытается слить Секси Бамбу, Фаник, Фаник Пытался пробить противника, есть реверсполярец, по хвосту Хвост держится на месте, не убивает в итоге Секси Бамбу Их пост вынужден убегать, а вот их постал ловить Башню силы на центральной линии, атакуют И эта драка у нас продолжает до сих пор, потому что снова ТП-шки Здесь уже Пайкат включает форму, Алоха здесь, дает Брэнсап Пайката поймать в форме практически будет невозможно Есть Войт, и скоро откатит Брэнсап Там же Сакси вместе с Ябзором, закидают Албре Сакси станут хвоста, разворачивается Пайката Они будут съедать хвоста, медленно, за Миккотопа они зря пошли Зря пошли, сейчас еще и Бэйн может отъехать Тавр на него переподключился, есть Брэнсап Сакси, но Сакси не умирает В итоге эта драка у нас длилась порядка двух минут, наверное И сложно сказать даже Это видно, что драка наверху длилась порядка двух минут Потому что за две минуты вот как раз четыре пачки крипов вышло И вот на эти четыре пачки крипов резолюшн отрывается От всех сейчас, просто за счет того, что все носились там сверху Но я думаю, что для Мамс Бойс это плюс Потому что у них была слишком неприятная ситуация И для них вот такой вот размен, они просто догнали Ну это видно по графикам Вот они отставали полторы, там почти две И осталось в итоге тысячи Просто потому что они были позади, а поменялись чуть ли не в плюс Это да Но при этом, да, не забываем про резолика Роман фармит Романа есть перчатка Есть у него пока фейсбуд Ну вот мы как-то смотрели недавно опять же за этим медведем Пытались угадать, что же с перчатки будет покупать Медаса или Майор Стром Ой-ой-ой, фаник закрывается Есть Соник Вейд Соник Вейд, минус Дарт Джакиров без Айс Пасса Но просто так много дэмджа Еще под Макропирой здесь сломали весь лес В итоге забирают в очередной раз фаника Это уже его четвертая смерть Довольно много он нафидонил Временем пайкат у нас Ну вот волк или медведь, это, конечно, вопрос всегда довольно большой Довольно важный Пока что, пока что скорее медведь У него и гораздо больше крипов И есть прикопка, за счет которой он этого волка может останавливать Хотя по нетворцу разница всего в 200 В общем сил света на нижней линии Атакуют Денег он своих заработал Так что не страдает ли концом Но играет он очень интересная, по-моему Вот настолько необычная получается пика и линии То, что у нас за 10 минут уже поменялись все вообще со всеми Но это уже от гейплей, да, завис Потому что в первой карте мы помним, что есть сил был 2-3 фрага от одной из команд Здесь уже 16 фрага на неполных 10 минут И действительно активности очень много И продолжают, ребята, быстро перемещаться из линии в линии Сейчас спушили тир-1 Сразу ябзор приходит на топ Получает финсгрип от Алохи Фаник тоже утонул Ябзора нужно загребать Ябзор не успеет ничем от них Просто умирает Сакс тоже не подоспел Но сдуфаника можно разочаровать Фук здесь Фаник, телепортейшн И... Да, сбивает ему Сакс здесь Телепортейшн сбивает Ну и здесь уже и хвост Заслипали Ой-ой-ой, как неудачно со слипами поигрались В итоге прилетел Магнус Магнус бы отсюда сбежать У него потому что очень скоро блинг И если он погибнет, будет плохо Но он встречает Медведя Он пытается доехать до речки Он доезжает до речки Но Медведь бежит за ним Нужно, нужно помогать Магнусу 200 монет Медасик приезжает к Медведю Бегут, бегут Корни не работают с первой попытки Корни не работают со второй попытки Но есть замедление от своего Венома Сакси Бамбу 15 секунд Клдаун скиверы Как же уйти? И вот они, Корни Вот они, Корни Будет еще войт Сакси Бамбу Соник Бэй, в принципе, неплохой пролетел Чена размяли Он за самому тоже погибнет Движонка лоу хп Движонку нужно как-то пытаться спасти Он еще и Медасирует Перед тем, как погибнуть Перепризвать у Ландроида нет Потому что нет просто МП Забрали Мишку И Чена в размен на Магнус Получился неплохой размен Крипов Чена тоже забирают И очень неплохой размен То есть по факту Один в один Но вот этот Медведь за 300 монет И еще плюс крипы Чена И сейчас сразу же переход в пуш Отлично получилось Что самое интересное Я обзор, очень много киллов сделан При экспириенсе замечательном У него левел седьмой И четвертого уровня прокачки Ликвид Файр Это тот самый Джакиро Вроде на суппортичей позиции На которого сейчас нужно очень опасаться Потому что с Эверами расправляется быстро Там в соседней комнате У нас сидит игрок на Джакиро И он как раз таки говорил про Яульчик Что опасная штука Вот Яульчик Впоследствии может быть еще и какой-то блинк И Джакиро станет очень неприятным Да, вот уже надевает Магропиру Идет за ним, чтобы подсыпить Бейн Начинают ломать Савар Но, как мы видим, не собираются за него драться Просто аккуратненько сплитит Слишком много всего Слишком много всего Попробуй задонать И не удалось Неудача Довольно тяжело это было бы Да, там против Медведя У которого восемь стороны еще и по вышкам Он по сотке там бьет Слушай, тут дальше Тут дальше Эмпайр бьет Черт вас едать Магнус блинк И сейчас может быть интереснее Нет Сониквейва Как драться без Сониквейва Даже с реверой полярки Не хватит Не хватит И в итоге вынуждены сейчас Стоять и ждать Когда Эмперцы Сюда вы отойдут Хотя дракка начинается Два прошло Есть реверпорядки Про всем И Сивер тоже Но хватит урона Сониквейва подкил от Чена И дальше нужно убивать Чен Правил 100 верну В размяну к лапу Фанник делает просто Топ-аут Хвост продолжает драться Потому что его особо-то и не подмяло Пайка там будут развлекать Но вот не хватает Сониквейва просто Не хватило Сониквейва Ребятам из мамы с боя сейчас Дракка-то, конечно, затянулась Немножко на жутку Пока Эйпайр Радается только сейчас Бэйни Мы два спорта сделали Фанник Фанник все еще пытается мансить Дабл Слив уже устроил Резали вышел Медвежон Он всех подъедает Я так смотрю понемножку Фанник все еще пытается взвык Ой, Фанник великовато Зашел И в итоге Паник Да, Паник и догрызают Просто волки Ебзор остается Его закапывают Медведь О, Магнус спасает Ебзор Ебзор колонет Айс-пасс И нет Все-таки Летится, к сожалению, от некого-то скивера нет Он вроде выходит Абдеричер, кайф Есть блинк Выходит Квин оф Пейн И нужно отсюда бежать Размен, по-моему, 4 в 4 Размен В пользу Резолюшена Вот что стоит отметить Потому что Резолюшен здесь все заработало Он и урона нанес Ну, в принципе, приличное количество Сучу голды он получил Магнус учил 600 И, да Ну, размен, посмотри Всего 100 монет В общем, об одном, да Очень ровненько Резолюшен-то с Медасом И денег у него очень много Но упускают Я не знаю, Медведя Медведь страшная штука Бойзна за него Стороны Мама с Бойзна Я думаю, что сейчас Сейчас вот нужно подождать Когда будут ультимейты Потому что теперь РП нет Есть в Соник Вейв В любом случае А, идут на Рошана И, кстати говоря После Рошана будет и Соник Вейв И РП И может получиться очень круто Но идет сюда Голем Успеют или нет забрать Террор Очень много демеджа Нереально много демеджа по Рошану Забирают крипов Тут же переключаются обратно на Рошана Импайр в курсе Но темат же нереально Свои ультимейты тоже воткают Еще Чена подхилы нет Даркмаса нет Дунать Сталкера Хочет, конечно, пойти помешать Но вот как это сделать Грамотно Можно ветер стрять Можно стрять Понимают Сибайр Просто отходят И сейчас будут ловить еще Мама с Бойз Да, видели Нолфир пытался уйти Есть Скивер Замедляет Нолфира Призвал Госткинтара Перед своей смертью Он такой себе Погибший на ромном месте Ну вот Не очень круто получилось Своим перцев сыграть Вроде пришли Вроде уже пытались отойти Постал сходить с Болзабром противником Но один остался Он погиб Но зато Фаник Вместе с классом Начинает сплетить Да, но у Фаника Такой закуп Что на самом деле У него нету Никакой Супермобильности Или каких-то способностей У него просто все на статы И в принципе Ну Все-таки несмотря на то Что у него все на статы Из профита Боец не самый сильный Именно по его Геройским характеристикам Фаника видят Но Нет, да Это мы сделали Какой жучий В том за месяц Ты вспомни Просто его пытались Брать несколько раз Он жил Жил Телепортировал Обратно Ну и такой бил Тебя более-менее Продал именно Вот в драках 5 на 5 Ну вот Если такие драки будут То как раз-таки Два нулика Барабаны И какие-то Арты на прочность Они действительно хороши Что у Медведя У Медведя 3500 Следующий будет Довольно-таки Серьезный у нас Такой поворот в игре Когда Медведь Выформит свой Радианс И конечно Станет гораздо сложнее Теперь Радианс У нас вешает мясы И он продолжает Так же больно жечь Как и раньше Очень неприятно Я вот с удивлением Не вижу Ни от Империи Ни от Мамос Бойс Какой-то супер-разведки С своими суммонами Где волки Которые бегают Бесконечно по карте Где пеньки Вот почему-то Скелетики зато идут У Чена Скелетики Вот это он По красоте Но пеньки И особенно волки Невидимые Могли бы разведывать И побольше И к Пайкату Здесь некоторые вопросы Так что-то у нас Нападение какое-то Нужно сбить Как-то есть кивер И взрывать Но в размер на лоб Это в принципе неплохо Неплохо Главное больше никого не отдать Пытается уйти хвост Хвост и пау Ой Эликан Эликаны закрывают Эликану вешают Сайленс Эликану плохо Эликан минус Ну пока сайленс Ничего сделать нельзя Еще были Некрономиконы Которые к себе Перепреживают Зря На самом деле Лучше было бы их запармить В любом случае К Пайкату Пока что огромные вопросы Он очень плохо Отыграл этот отрезок Он отдался на линии В ситуации Когда Твоя команда Сделала неплохой размен Вроде бы И Очень сильно Для своей команды Сейчас Блядься таким Якорем Легким Снизу там Не очень все хорошо Получилось У мамы с боя Сместе-таки Аегис разменяли на суппорта Но на топе Остался он сплитить То есть там С задачи какая была Включается еще и кэри отдали Ну да В итоге еще и кэри отдался Хотя фрагов конечно У Эликана много И на Творк в принципе Неплохой Юльчик фармит себе Квин оф Пейн Джакиро будет с Юл У нас будет два Юла Ну да Ну Джакиро больше нападательный Юл Аквапа скорее больше оборонятся Потому что все-таки Сайланс Найт Сталкера Корни Мишки Которые нужно каким-то образом Скидывать Все так Все верно И вообще здесь Юл Довольно полезен Начерс Профит выходит в Аганим Это еще больше статов Это пеньки Это пеньки Это пуш И опять мы видим Ноу Фира Который не покупает себе Какие-то Мекантовы И последствия Гардиан Крейпс Он будет выходить также в Аганим В своих вот этих вот быстрых Заходить И со сплитом в Империи В этот раз все намного круче Даже может получиться Потому что у них и Медведь И Фурион Крайне мобильные герои И ну пока На стадии мидгейма У Мамос Боис Не получается прижать противника Впоследствии Будет еще тяжелее То есть здесь Нужны какие-то качественные решения Я бы сказал Что здесь очень много Именно вот даже Не то что сплит пуш А еще очень много суммонов Несмотря на наличие Магнуса Их реально так много Это Медведь Плюс Эншенты Плюс Вот эти пеньки Которые в принципе Одних пеньков бывает Достаточно для того Чтобы зажать на базе А здесь еще и будут Кроме пеньков Много чего Очень тяжелая ситуация Интересный выход Может получиться От Мамос Боис Под смоками Часть героев Часть просто пришла на Тир 2 Вижен Как мы видим У них небольшой Но имеется В этом случае Видели они перетяжку В сторону Рошана Прошли клики Так 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 На Рошане-то ничего нет Просто зашли Поставили в арт Вот сейчас Фаник хорошо Разведку провел Своими пеньками Расставил их Но Немножко теряют позицию И вот Радианция Радианция появляется У Мишки Ой, как ему будет плохо Это и драка Возможно Мид за Тир 1 То будет Въезжается Гриф Пошел Медведь Уже просто вперед Ульцамейд Фурион Также залетел Немножко прозамял Противника И сетка в Ябзор Поднимает себя в Юул И тоже его будет спасать Сокируй скорее всего Будет просто кидать Сокса пытается спасти Это зря И Абзор здесь никуда не уйдет Скорее всего Ликантроп Прожимает форму Пытается угрызать Но в чем Но Фир дал Перед смертью Просто подхил Есть Финс Гриф Секси Бамбу Пайкат пытается Ездить давно Ушал Лучше помощи Соник Вейв Неплохой Кукас Слушай Разобрали Других героев И в разуме на двух Пока падают 2 на 2 Есть Юул Сможет ли Клопа уйти Заработать ли Корни С первого удара Корни Нет Есть Тешка И Кукан Нет Три полкил Сделал Резолюшн И остальные Сматываются Ужасно сыграл В итоге Магнус Он Очень долго думал Как же ему Куда развернуться Саксу Тут что могут Пронять Корни Да Первый удар И сразу Корни 4 фрага Делают Эмпайр 3 из них Сделал Резолюшн И вновь По баблу Он чувствует себя замечательно Да И красавчик Конечно Бэйн Который успел Вот этого Магнуса Замешкавшегося Прямо во время Скивера Поймать И никакого РП Не было в драке А без РП Естественно Огромный потенциал Теряется И в итоге Сильно отрываются Сейчас имперсы Быстро ломают Товыра Тут же переключаются На нижнюю линию С медведем Все сейчас полетит Просто Нереально быстро Вот уже у нас Падает Нижний тавр Еще медведь Не подошел Подходит сюда Магнус Магнус Есть РП Он дает РП В одноборе Замешкавшегося Очень хотят его забрать Для которых Здесь полки Айсбас Но должны Должны Резалюшным Справиться Хотя Фир пошел Резалюшный Противник Отталкивает Разную сторону Слишком Их здесь много Корни Кукас Работали Боже Чуть не отдался Это Медведь Пожалуйста Его Прокровное Главное Забрали Это так сложно Было для мамы Так опасно Убивать Одного Медведя За меня Отъехали Получили за него Конечно Солидную Награду 1400 Голды И при этом Еще он 500 потерял Так что В принципе Должны Остаться Довольны Тем Что произошло Очень сильная Комбинация У мамы С бойц Если она Получится Если получится Ее реализовать Именно Вот где-то В драке То конечно Да То Безусловно Они Драку Выиграют Но Эта комбинация Слишком тяжелая Учитывая Что Медведь Есть Фурион Которые Постоянно Сбивают Длинки Своими Ультимейтами Радианцами То да Тут конечно И совсем Вам нужно Хорошую Поистонку Занимать Что дать Реверсполярить Причем РП И сама По себе Как особо Много Дэмэджа Не наносит Тут важно Чтобы во время РП Залетел И прокаст Клопы И при этом Еще Эликонтрон Бил И суммарно Это все Должно Сработать Те самые Ролики На ютубе Которые Мы часто Можем Видеть Все самые Симфонил Скилл Так Когда имеется Магнус Хочется Для идеального Замеса Поймать Всех И под Рассказ Жокируй Под Рассказ Клопы Поставить Противника Но получает Так Далее Седам Слабы Теремь Не очень Хорошо Пошла Ульта Фуриона Она Уже Саганим Появляется Много Пеньков Но Их Тут же Зафармливают Быстро Нравится Мне Дестит Помним В первой Карте Такого Раз Двина Непостор Потеряли Нормально Там Укусил Два Раза Свет Наскну И Уж Собор Погибла Сейчас Продолжают Давид Пользоваться Тем Что Очень Очень Неплохая Ситуация Запушивают И Бараки Убадут Быстро Глифос Абараки Реально Могут Убать Но И Бенгри Пошел Я Сбить Но Это Не сбивает Свинс Гриф Вот Который Раз Мы Это Уже Видим Нужно Раскостоваться Джакиром Залетает Минус Сакса Тоже Съедает Минус Размен И Продолжает Своит Движение Мишка Вынужден Топ-аут Прожимать Ребята Из Мамас Бойс Ушел Пайкат На Блинках Уходит Магнус И Квопа Пошел Паник Подлавливать Но Учихся Магнуса Не поймать Вообще Никак У него Еще Форстаф И Скьюер Запас Большой Хорошее Решение От Мамас Бойс Идти до Конца И На самом Деле Если Не Супер Жадная И Магнуса И В итоге Он Поплатился Очень Очень Жестко Минус Магнус Тут же Забирают Вышку И На Ровном Месте Отдают Свой Тавер Героя Команда Мамас Бойс Да В такой Игре Одна Ассетка Может Стоить Игры Причем Как Стоит С другой Стороны Потому Что Слишком Быстро Падает База Вот В чем Прелесть И В чем Минусы В Ситуации Сайлент Куда Ты Пошел Он дал Сайлент Сможли Размансал Я не знаю Чем занимается Сейчас Мамас Бойс Вот Это Заход От Квапы Когда Ничего Не Видит Когда Есть Контроль У Явно Не Надея На Хук Мол У меня Есть Юл Меня Не Подцепить Но Анимация Блинка Слишком Большая Банки Таврики Довольно Хорошо Размас В принципе Немножечко Неудокно То Что Они После Таких Киллов Не Смогли Убить Рошан Потому что Рошана Нет И Затем Игра Тоже Не Получается Скрипы Далеко Были Наконец У Джакира Появляется Блинк Может Он Перестанет Торговать Лицом Наконец Его Перестанут Цеплять Первым И Мы Увидим Действительно Драку Которая Пройдет По Какому Нормальному Сценарию От Мамас Бой Но В свою Очередь Для Империи Как раз Таки Им Нужно Их Такие Драки Сумбурные Устраивают Им Слишком У них Комфортно Потому что У них Нет Такой Супер Жесткой Комбинации У них Зато Сильные Герои Медведь Будет Постоянно Кого-то Докопать И Этого Хватит Вот Наконец Пайкат Начал Разведывать Волками Все Больше И Это Приносит Свои Плоды Потихонечку Пока Еще Нет Пока Рошан Не дождались И ждут Его Обе Команды Причем Вижена Пока Импайр Тут Нет Периодически Будет Фанни Пенечка Отправлять Чтобы Разведать Территорию Следующий Пайк По идее Должен Возле Рошпита К нему Будут Все Отготовиться Отпушить Линии По Максимально Возможному Состоянию В частности У Империи Пока Это Лучше Получилось Потому Что На топе Крипы Встречаются Возле Базы Мамас Бойс На Мите Было То же Самое Нисо Только Мамас Бойс Отпушили Сейчас Почти Готово У Медведя Так же Скоро Кираса Будет У Ликана Вот На самом Деле Пока Что Медведь Смотрится Поинтереснее Но В какой момент Наступит Стадия Когда Медведь Далеко Ликана Растует Ультимейт Побежали Тем временем Драка Супляют Бэйна Бэйн Просто Разваливается Его Спевают Подхилить Пайкат Стан Стан Финс Грипп Но тут же Поднимают Юл И здесь Забирают Бэйна Должны его Забирать Да Он Загорает Пошел Там Теренен Но Фир Получает Стан Сакс Сакс Угрызается Хвост Уходит Испытает Папа Неплохо Пайкат Дальше Но фир Обрызается Но фир Ментальный Минус Едает Волчонка Непер Микон Очень больно Ставится Медведь Магнус Все еще не дал Свою РП Он до сих пор Не может его выдать Квин оф Пейн Поднимает себя Воздух Все битые Медведь Сейчас может Сжечь Абсолютно Всех Его пытаются Замедлить Стан Сумона Все нереально Битые Пайкат Пайк Есть круто Пайк Пытается руки Добить Айсбаб Хороший РП Суник Фейкс Рассказ На хвост Встречают Точно Неплохо И без велика Тоже пытаются Забрать Дает Ир Резолюшн Падает Тоже Как классно Грали здесь Мамас Боис Они все сделали Очень круто Они держались Единым костяком Они не отдавали Друг друга Они спасали Помогали И привело Это к успеху Боже Это видео Медленное горение На медведя Это будет Мне кажется Хайлайт Этого матча Потому что Буквально Еще чуть-чуть Развалились бы Абсолютно все Но успели Дождаться Отката с пылов И наконец-то Магнус в конце Завязал РБ Без шуток Если бы не это РБ То все бы развалились Ну или бы убежали И не сделали в киллы Тут такое То есть Они в принципе Неплохо спасались Хоть и резолюшн Добил конечно Но поймать никого Не смог В итоге Сыграли Мама с бой С этом замесе Очень круто Мне понравилось Не действовали Держали вместе Пускали к себе Медвежонка Даже снесли его Разочек Хороший артефакт Фармит Кук Это Аганим Для того чтобы Как раз все время У него по ДРП Был ультимейт Ну и в принципе 5 на 5 Очень сильный спелл Выбили гем Сейчас быстренько Забирают Рошана Здесь пеньки Но естественно Драться за него Эмпайр не смогут Потому что резолюшн В таверне А эти стоят Забирают Клопа Забирают Аганим Мы видим по графикам Что отыграли Порядка трех тысяч монет У нас ребята Я думаю Все 6-7 отыграют Которые были Пока в таверне С учетом Да Рошан У нас еще денег Под фармят за крипов Графики отпустят еще вниз Может выровнят ситуацию В экипоэкономике Как бы там не было Камбэк Камбэк В исполнении Мамос Бойса И они еще держатся Медведи Так просто Они не проиграют Будут сражаться И вот как раз Сейчас наступает Та стадия Когда Медведя Все легче разминать Именно речь идет О сумоне Плюс ко всему У Мамос Бойс Появляется такой персонаж Который сможет Действительно втанковывать И ничего не бояться Это Винга Если она все-таки Со своими 0.7 Дособирает свой аганим У нее пока что Только шарик Но с аганимом Действительно Очень сильный персонаж Который даже умирая Все равно продолжает Быть еще некоторое время Полезным Духом Который будет давать Свои способности Что тоже важно Станчики Свапчики Кого-то там Подспасти Вывасы на минус армор Против этого медвежонка Все это будет работать Безусловно Очень важно А этом Который может на Сакса собрать Сможет не сможет Уже вопрос другой Да Находит Нечас профита Очень больно получила Надо уходить Ну уходи Там же хвост подходит А сейчас Сакса просто есть Получается Хрусты Есть воист И что дальше Т-паус делать Многие это может спасти Сакса Да Сакса таки выживает Но это было опасно Там Алоша подцепил Я бы сказал Ух тоже здесь У него лоха Пейтегис Не забываем Ну и как-то пытаются Подкрасться И те и другие К оппоненту Внезапно Где-то Кого-то поймать И убить Таким образом Сакса ушел Я вообще не понимаю Еще и каким образом Ушел Бейн Оба встряли Против двух Сильных героев Соперника И оба еще и спаслись Ну наверное Потому что И Бейн И Винга Очень толстые герои И здесь конечно Пробить их Довольно таки тяжело Вообще плохо Когда ТПшки нечем сбивать Еще ужасно Также стоит отметить Наличие у Найтсталкера Аганима Который же давно появился Вот как раз таки Магнусу Еще тяжелее Мы много говорим О том что Ну я много говорю О том что Магнус не врывается Но его всегда видно И за счет этого Аганима Ему всегда прилетает Ульт Профита И всегда очень тяжело Боже мой Джакир поднял Сам себя И Да Нет Он хотел наверное Поднять какого-нибудь Может быть медведя Или может быть Кликал на Айс Пасс Но в итоге Поднял сам себя Выход кстати в мир Расцарялся немножко Размотелся На самом деле Медвежонка Они должны были убивать Должны И это было Очень помогло им Сильно сейчас Мэка Где на базу Возвращение Силы света Укрепи свои сооружения Клик юзается Сейчас можно и без барака Рейнджового остаться На халяву Не крочи все еще Каступные Там ты посмотри Отряд какой у Чена Пошел уже Из-за таких жестких Сумонов Нельзя драться Нужно уходить Мамария Волочки 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 Подгрызает Магнус вывозит Сумона Так Стань Чек Его нужно очень быстро Забирать Промоки Промоки срабатывают Убить вот так просто Не получается В итоге сейчас Драка будет ответная В исполнении Empire Уже заходит Медвежонок Градианта поджигают Хука Дали Forstaff Хук Смог отгонковаться И уйти Пока живет Сакса Отправляет в таверну Хука не забываем Идти Аегис еще Игрызмиконы поджигают Конечно Бэйн Здесь на Бэйн Должен выживать И Мамас Боис Вынуждены уходить Да нет Я не знаю Как вообще Мамас Боис Пытались Сейчас еще Они встрять могут Здесь Фаник Но у него Не знаю Как Мамас Боис Пытались выиграть Драку Против всей Вот этой вот Массы Это просто Нереально Подозреваю Что драку Они не хотели Выиграть Они хотели Снести Барак На халяву Барак Ну возможно Да Но нужно было Уходить Конечно И опять же Медведя Бить глупо Из-за того Что у него Есть крик Которым он Спасается И плюс Ты тратишь С пылы На просто Сумона Это как-то Странно А есть еще Второй Вот если бы Они первый раз Убили Сумона Второй раз Просто его Попытаться Зафоксить Было бы Очень круто Потому что Без Медведя Терялось Порядка Ну сколько В нем Нетворса Ну 1015 Наверное Не ну безусловно Да без Медвежонка Вообще Импайр Вряд ли что Смогли сделать Хорошо организовать Файт Было бы очень сложно Медвежонок Делает практически все Но зафокусить Как мы видели У Мамас Боис Пока не выходит Пока Не хватает Минус армора Не хватает ДПС Во время Одного стана Бенги И это все В последствии Будет конечно же Улучшаться И усиливаться Но в последствии Не сейчас Бамбу красавчик Он купил себе Shadow Blade Чтобы врываться Более-менее Неожиданно Это действительно Круто Использовали Фортификэйшн И сейчас Попробуют Зайти еще раз Но это сейчас Будет Вот резолюшн Ну так Чего вы не схватили Вы же в четвером Гангать Пошли Алло Там залетает Медвежонка Ну айспав Ну хотя бы Медвежонка Забрать Шок вейп Дайп и скивер Пайкат Здесь Долго Мучительно Сложно Неприятно Но должны Должны Медведи осиливать Да Медведи Таки убили Первый забрали Но сплит идет Вот фаника Да И нужно уже возвращаться На базу Воспользоваться Убийством Но лекан остался И сломал барак Нет Не сломал Помало Казарму Силь света На центральной линии Разрушена Лекан Пайкат Нет Улетит Слишком толстый С агонимым И хп это очень много Пайкат Принял очень Сейчас Хорошее И вроде бы Простое Но Невероятно Ценное решение Пытаются догнать Саксу Как бы сейчас Медведика не отдать Второй раз Но не отдадут Нет Здесь нужно просто Валить Пытается лекан Своими волками Грызть Здесь же магнус Есть рп Все Это сейчас Минус медведь будет И вы сейчас Игру проявляете Слушай А быстрее убегает А с павушком Проходит В принципе Можно просто Отойти Ой-ой Какой рп В троих Медведь минус Что-то минус Что-то минус Что-то минус Можно продолжать Дальше Вот он Нуфир Есть Вап И Нуфир Не уходит Никуда Все Это На самом деле Можно Мне кажется Чуть ли 58 секунд Без медведя Как вы будете Отбиваться У вас Нетворс Просто на пятнашку Упал И вам уже Только что Снесли барак Повезло То что стоят Тир 2 товара Но миды Сейчас они точно Должны лишиться Все Просто Понимают Это мама с бой Сойдут всеми силами Очень авантюрная Погоня за вингой Очень Да Ити куда-то Вот это вот Цеплять противник Когда мама с бойц На форстапах На венках На юулах Постоянно живут Тяжеловато было сделать Импайр полезли Импайр пострадали В результате Ну барака Лишаться по миду Точно Казармысел света На центральной линии А так вот Плохо для импайр Потерять 33 минуты бараки И по миду Не так страшно В принципе С другой стороны Что тенденция такова Что мама с бойц Это на центральной линии Разрушена Уже два довольно серьезных Таких замес Они выиграли у противника И выходят уже вперед По деньгам И по экспириенсу Ну и самое главное Артефакты появляются И волстно это сильнее Что тоже очень страшно А медвежонок Своих статков Не приобретает со временем Болтон уже Максимум достигает На четвертом уровне прокачки Так что называется Потому что только артефакты На себя усиляет Да Это его сила В начале игры Это его слабость в конце То что сейчас он конечно Усилится артами Но медведь Будет падать Сейчас уже все быстрее и быстрее Уже Опыт предыдущих драк Показал Что медвежонок Уже не самая большая Главная боль Но уже с ним можно справляться И самое главное Конечно в узком проходе Подстревать Эмпайр Не надо То есть это Магнус Который всегда будет Иметь успех Если вы находитесь Друг дружки рядышком Это Джакиро Который тоже любит Сплоченную команду В противоположной Коллективе И этим будут пользоваться Так что позиционка Должна должна быть замечательной Башар появляется Тем временем Маликантропа Есть не кранеркона Салки раз Есть у него травола Есть также Владмир Сбез то Чувствует себя хорошо Оликантроп Да Тут байкат Еще у него можно Топорик продать Купить себе полноценный Какой-то артефакт Ничего не выкидывает Дособирать Эбисто То есть есть куда еще Разгоняться Что самое приятное Идут ломать уже Наконец-то Тир 2 на нижней линии Тир 2 это То чего не хватает Как раз таки поломать Но да Здесь никто не даст Вот уже медведь перетянулся Профит в спину заходит Увидит вверх Стан все подцепил Есть стан Оликантроп форум Прожел пока Драться не драться Разве не драться Думал 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 В итоге зашел таки В замес Валить Ну и надо уходить походу Да Потому что пайкат Все тут стрял Есть спа Пайкат в корнях Был по-прижнему И его убивают Господи Да байна Надо свапать Байна Каждый раз одно и то же И каждый раз погибает Этот герой Не знаю на что рассчитывали Просто Дан опять драка И просто слив двух героев При этом ничего Совершенно параллельнее Сделали полезного Фаник тут не даст Запушить Тауэр Рошанка империя Шапочка Ошибочка для Мамас Бойс Отыгрывается время В первую очередь Конечно вера Время так необходимо Эмпайр Во-первых Потому что Попушит линия Во-вторых Чтобы дождаться Рошана И быть к нему Готом Тут тут все Неплохо Получилось Не без ошибок Стараж Масил света На верхней Паника Да Фаник хорошо Спрятался Мог бы здесь погибнуть Но сейчас Не очень приятно Ну потому что Как уже ранее Говорилось Если ты проигрываешь Драку Все что может Сдержать соперника Это вот такие Тир-2 товара Которые где-то Еще остались Как ты пошел Ты посмотри Сексибамбу Таки захотел Башни сил света На верхней линии Разрушилась Сексибамбу 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 И все На этом Сексибамбу Заканчивается Юлым поцепили Бэйна буду Выцеплять Есть дал Бресс И спав был на откате Стоит дракон Никто не пускает Ну вот Зашел с муфиром Со спины Сексибамбу Здесь Фанник Начинается драка И Сексибамбу Нужно убивать Пока он не дал РП И он умирает Прямо во время Своего сгивера Это минус Есть у него Байбэк Конечно Но его придется Трать Потому что Заходится Эмбайер И дальше Начинает пробивать В сторону Здесь уже Сумон и Чена Здесь и медвежонок Все это пушит Все это давит Все это гнобит Сакса Получается муты Есть Свап Сакса Башня Сил Тьмы на нижней Не плохой Выкупается у нас Маглус Где же его Резосполярец Такой Сексибамбу В Визе Кого? В резолюшн? Что ли? И Кабзора Скидает медведь Сексибамбу Долго думает Очень долго думает Вот сейчас РП В резолюшн Вказается ли контрол Пытает его забрать Резолюшн Зажат С всех сторон Дал Фирс 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 Он выживает Как его здесь Не забрали Да Это просто Что-то К вопросу о том Что медведь Слишком крут В этой доте За счет этого крика Крик просто божественен В итоге Выживает у нас Медведь И не сломали бараки Но сделали очень много И как мы видим Сейчас по графикам Очень много отыграли То есть Порядка там Пяти тысяч Отыграно Хвост в инвизе С гемом Сейчас можно убить Магнуса После борьбы АК Паник тоже Паник Паник у нас Пока в таверне сидит Инвиз ушел Сексибамбу По-прежнему видно Магнус После байбека Не забываем Если его собрать Конечно можно Воспользовать Рядом Маккан Немножко боятся А вот сейчас Вот далековато Ушел И рядышком уже Медведь Все Минус Корни сработали Опять первый удар Собострей на месте Ну какие же Это корни у Резолика Поймал Просто поймал Я думаю Что здесь уже Его так долго Хвост ждал Когда он зайдет В такую позицию Чтобы он никак не убежал Что уже шансов Было очень мало Да Магнус 75 секунд Все что сейчас нужно сделать Это ни в коем случае Не идти драться Это идти сплитить Чтобы просто Магнус успел К следующей драке выйти Это единственное Что ему остается Вот Queen of Pain Уже пошла Через ульты Через все что только можно Отпошлини Да Вот красавчик Все именно так Ну аегис Останется безусловно Испайр Хамки Сыр Фаник Затарает Аегис Сыр Достается Резолюшн Кстати интересно Он купил себе Драгон Лэнс Для Дальности атаки Чтобы было проще Штурмовать базу Тяжелее его еще цеплять Да Ну и вот Фурион конечно Со своей ультой Просто не дает Пропушить Очень-очень жестко И выходит Это минус одна сторона Точно О Бой деретовать придет Ну может боюсь конечно И вся пара Снизу Ребята из Эмпайра Пойдут дальше И на бараке помид То есть нужно будет Дать бой Надо как можно Сильнее задержать Вот медведи Уже потихоньку задерживают Ой Старый шадоу страйк На нем Деланер висит Разворачиваешь Но никвей Бежок с ними первый Пришедается глип Призывается второй биле Байката Байкату Плохо Байкат Забы для Бейна Но это Байката Не спасает Байбэк Батки Лачена Баракет уже Вали Сакс Пытается уйти Ну Магнус сейчас появится Ликотроп Прожимает форму Магнус должен сейчас делать тп Магнус ты где? Магнус делает тп С того будет Не дряться в бой Минус Квинун Пейн Минус Пейн Байбэк Уже падает Винга Падает Джакира С Мьёльнера Все падают Сот Сейчас там Вот он Вот он Залетает Слепампул С спины Дал Неплохой Реверс Полярс На севере Проложение Так и должно быть Скидают бои Каник Потеря Минус Папуриона Медаль Ну ходит Джейза Превед Шрор Пайкат 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 Лоу ХП 25 ХП Выживает Пайкат Выжил Да Ну и слышь Кук просто оставался Минус мост Паник Подъел миром Продолжает драться Очень много демажа Но если кук пытается Сним драться Пвп Это не по шансам Для кука Вот такие Вы должны ходить Ну и Саксо Свап Паник Не бьет его трон Вот сейчас бьет Ооо и молнии Добивает в последний момент Саксу Какая-то кровавая баня На базе команды Мамос Бойс Два гема лежит Снесли только одну сторону Но очень много Три байбэка Заюзали Мамос Бойс Такие потери по экономике Ужасно Просто коргерой Не хватило просто Вот этого Джакира В момент драки Финальной Чтобы он Под реверс полярити Положил стан Потому что другого стана Никакого нету Дикая игра Абсолютно В итоге Бэйн заходит Забирает гем Лоха Что ты делаешь Ты демон Пошел один Сейчас будут крипучину Еще спасать Курьер висит Его убивают Крипы В последний момент Сконтролили курьера Курьер уходит Курьер сил света Был убит Подмяли гем Гем забирает Курьер Боже Кем курьер забирает Они гем не смогли Влюбить Мамас бой А да Ты жив Курьер Курьер империи Тоже там прилетел И тоже умер Ну точнее Не тоже умер А умер Вот он Курьер должен был Это просто Какая-то нереальная битва Да Ну с Алохой Никогда не бывает скучно В таких ситуациях Он всегда Добавит жару Даже если Казалось бы Уже ситуация Игровая успокоилась Медведь тоже Покупает башар Ну Много имперцы Заработали 12 тысяч В сторону снесли Но на самом деле Слишком сильная комбинация Мамас бой Если она получится То Самой главной гемы нет В империи сейчас Вот без гема Тяжело с этим Магнусом бороться Его не видно Комбинация Магнус Ну нет Видели Видели что здесь Квин оф Пейн Должны понимать Что драка будет Магнус в инвизе Идет первым Бейв прошел Магнус Магнус Сейчас будет Байв идет вперед Просто Ефер пэ по троим Дальше что делать Есть айф паф Айф паф Кевер Отлично Соник бэк Удороны Рассказывают Сильно Ребята из Мамас бой Строих сняли Быстро Байв еще жив Они выиграли драку Да Потрясающая игра От хука Здорово Забайтил И резолюшн Скорее всего Тоже не уходит Остается алоха Это уже будет Минус 5 Димбай Есть ли байбеки Сколько байбеков Грызы прилетают Джакира Байбеки есть у всех Кроме Найт Сталкера Медведь укупается Что с медведем Вызвал нового И ни в коем случае Нельзя его терять Сейчас Ну просто нужно Мамас бойся Отойти Конечно После такой драки Я не знаю А я мини-оргазм Наспытал После этой драки Все очень сделано Круто было Вот об этом я и говорил Кажа Забайтил на себя И наконец-то смог Ворваться Макнус Да, который не сбильный Чем Блинк Он зашел под инвизом Потом и дал Сам РП И скивер Все это удачно получилось Опять же Все вот эти вот опции Которые работают У мамас бойся Они сошлись воедино Все способности Айспав Соник Вейв Реверсполярити Скивер Все прошло в одну точку Там где были Концентрированы Думают ли что-нибудь Вообще о выкупах Найтсталкера нет Медведь драться не хочет Просто теряют Вторую сторону Казарма сил света Медведь разрушил Да, медведь Найтсталкеры решили не драться В итоге теряют сторону Которую пропушили И постоянно сейчас Им будет пушиться мид Мамас бойся Красавчики Это было одной из немногих Таких возможностей Чтобы камбэкнуться Они им воспользовались Это выглядело Классно И все преимущество Отыграли Практически все Да, было 12 тысяч Пользуем Пайр Благодаря последним заходам Карусели Которую они устроили На чужой территории Тут же моментально Мамас бойся Сразу же отыграли И вышли в ноль При этом даже Немножечко получилась Сейчас ситуация Потому что две стороны Спушены Импайр Еще одна ошибка Придет к тому Что они будут играть Против мегкрипов Магнус что-то себе несет Это БКБ Перему не страшен Сайланс Да, он все собирает На то, чтобы Дать С прокаст Одно Единственное РП Нужно хорошее Вот как вот сейчас Было сделано Прежний Конечно, от Бэйна Это не спасает Но тем не менее Тем не менее Я от всего остального Спасать буду Винга почти с аганимом После этого захода Должны были заработать Огромное количество денег И покупать себе Крутые артефакты Мамас бойся Ну, Ликантроп Понятное дело Был уже отложен Как там дела У Ликантроп 4600 сверху Он может купить СМКБ какое-то Либо БКБ Чтобы не мазать Винга почти аганим Джакира Просто 3000 2000 у него на руках Почти аганим тоже Плюс он докупил себе Грейвзы У Квапы просто появилось 4600 сверху Под законченную Свеженькую Шиву Свеженькая, новенькая А что же собирать дальше Ну, он там круто Он просто ворвался С этой Шивой Всех замедлил Все что-то начали От него убегать Потом его бить И даже не поняли С какой стороны Вообще ждать Магнуса Понимали, что это байт Что Квапу Нельзя вокруг нее собираться А какой выход-то Нужно же Как-то ее убивать И Смок Смок приобретает себе Бэйн Ну что же До следующего Рошана В принципе не так много времени Остается Хочется, возможно Отпушить линии И попытаться Кого-то поймать Идут Есть гем По-прежнему Хвоста не забываем Вижен у нее хороший Это новый, по-моему Еще очередной Потому что Там Смок Там Смок В исполнении ММС Бойс И бита Ноуфира Вот он Ноуфир Вейв залетает Нужно его быстро Примять Очень быстро Нужно слить Вот идет Минус 3 делали Минус 4 И в итоге Они вырывают Одно очко 1-1 Счет в этой серии Классно было сыграно Мамас Бойс Просто красавчики До поры до времени Эмпайр Удавалось Ивэдить Все эти возможные Начинания от Магнуса Его хейтили Его находили Ему не давали Ничего сделать Давали финс грипп Какие-то слипы Станы Саленцы Получалось заходить И как только Немножко подрасслабились Эмпайр Начали собираться Скучнее Их два раза поймали И за счет этих двух драк Они проиграли Фактически игру Когда была победа близка Ну интересное решение С той и другой стороны Одни контроли Этого Магнуса Всю игру Магнус всю игру Пытался как-то выйти Из этого контроля У него получилось И опять же Даже с начала игры Вот эта ситуация С линиями Она была Нетипична Скажем